ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Президент России подписал закон, согласно которому управлять такси, автобусами, троллейбусами, трамваями и поездами не могут граждане с неснятой судимостью за серьезные преступления. Среди них изнасилование, убийство, грабеж, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также запрет распространяется на лиц, привлекавшихся к ответственности за деяние против конституционного строя. Водителям необходимо будет предоставить справку об отсутствии судимости. Это касается в том числе граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. ТРАССА СТО ОДИН Только немногим более трети российских автомобилистов регулярно перечитывают правила дорожного движения. Около 30% поучаствовавших в опросе водителей заглядывают в ПДД, когда возникает сложная ситуация. Каждый седьмой респондент заявил, что прекрасно помнит правила от корки до корки. Что касается наиболее сложных моментов в ПДД, то большинство участников исследования сошлись во мнении, что это сигналы регулировщика. На втором месте оказались правила проезда трамвайных путей, на третьем – парковка. ТРАССА СТО ОДИН Джелли Кул Рэй возглавил список самых покупаемых в России новых кроссоверов из Поднебесной. Автомобиль стоит сейчас минимум почти 1 миллион 900 тысяч рублей. На втором месте находится представитель семейства Хавейл Джолион, цены на которой стартуют с отметки 2 миллиона 179 тысяч. Замыкает в тройку лидеров китайский клон BMW X6 – Джоли Тугелла по цене от 3 миллионов 650 тысяч рублей. Также в первую пятерку входят Хавейл F7 – минимум 2 миллиона 639 тысяч и Джоли Атлас Про – минимум 2 миллиона 309 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН В Нидерландах создали первый в мире серийный автомобиль на солнечных батареях. Новинка будет стоить от 250 тысяч евро или от 15 с лишним миллионов рублей по нынешнему курсу. Фастбэк длиной 5 метров и весом полторы тонны оснащен четырьмя электромоторами и аккумуляторной батареей на 60 киловатт-часов. Разработчики уверяют, что если проезжать в день не более 50 километров, то заряжать машину от электрической сети не придется месяцами. До сотни она разгоняется за 10 секунд. Максимальная скорость – 160 километров в час. ТРАССА СТО ОДИН Интернет-пользователей удивило объявление о продаже ВАЗ-2111 2005 года выпуска за 15 миллионов рублей. Это вполне себе обычная 11-я с пробегом 250 тысяч километров и девятью бывшими владельцами. Ценности машине, уверен ее хозяин, добавляют блатные регистрационные знаки В-001ОР ВОР-77 регион. Продавать универсал отдельно от номеров или номера отдельно от универсала владелец наотрез отказывается. И в завершении новость от нашего партнера. С 30 мая по 30 июня на АЗС Движение при покупке от 20 литров бензина Ультра-92 через систему быстрых платежей действует скидка 2 рубля с каждого литра. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101